Счастье и потрохушки 500 раз в день бывают только в начале отношений, когда у вас идет такой период влюбленности. Потом это все перерождается в любовь, а любовь, она не завязана на сексе. Любовь — это что-то такое более зрелое, более важное, более значимое. И, конечно же, когда ты сначала первый раз видишь человека в голову, ты такой типа «Вау, все, не могу, хочу». Понятно, что со временем это все замыливается, нет такой бешеной страсти и желаний, но качество секса, конечно же, не меняется, когда есть любовь, когда есть желание. Бывают разные периоды, на самом деле. Так, понравится вам Дубай, хотели бы там жить? Дубай, да, классный город, отдыхать, прикольно, гулять, проводить классное время, да, жить — нет. Паша плюс Женя плюс Настя. Думайте, ребят, что хотите, вот я вам дала почву, пожалуйста, фантазируйте. Может быть, это вам как-то поможет в вашей половой, например, жизни. Кстати, фантазия — классная штука. Экономишь на себе или никогда себе в ничем не отказываешь? К сожалению, да, мне приходится на себе экономить, потому что очень большие у нас затраты, и все мои заработанные монетки уходят, конечно же, в семью, на нашу жизнь. Вот, в целом, да, конечно же, приходится экономить. Бывают вообще сложные периоды, например, когда ты там и в магазине, да, выбираешь себе что-то подешевле на обед или на ужин. Бывает такое, что в ресторане ты там плотно не ужинаешь, ты там берешь коктейльчик, а потом кушаешь где-то дома. Конечно же, мы обычные люди, бывают разные периоды жизни, бывают разные моменты, и, к сожалению, иногда приходится чем-то жертвовать. Паша все сказал, короче. Хорошо. В Англороде были как вам там? Да, были как Думская в Питере, ну, просто типа близюшник. Были там в клубе на Банглороде, как раз он называется Южин, классный клуб, прикольный. Он такой масштабный, огромный, там есть несколько разных зон. Вот, прикольно. Мне тоже Паша говорил. Ты красивый, удачи тебе, спасибо большое. От меня больше не будет ответ на комменты. О, хорошо, ребят, я никого не заставляю. Ты шаг тут поселился. Разочарование. Купила волосы детские, сказали, нельзя осветлять их, только тонировать. Они что, ломаются? Ну, вообще, в целом, все волосы купленные для наращивания, их не осветляют, их только тонируют. Как расслабляешься? Массаж. Очень крутая тема, вот. Если я хочу прям расслабиться, вдохнуть телом и душу, это массаж. Я обожаю массаж. Знасти, ты классный. Привет из Нового Уренгоя. Пусть вздуманное сбудется. Привет, спасибо большое, желаю вам того же. Ты куришь? Нет, я бросила, наверное, уже неделю назад. И мы с Женей оба не курим. Потому что в последнее время что-то от нервов. Начали покупать, там, сигареты. Выходили курить и поняли, что, ну, как-то, типа, мы с этим зачастили и надо от этого отказываться. Как ты думаешь, почему Бухич не может нормально построить отношения? Она душнила. Ну, вы задали мне вопрос и сами на него ответили. Я вообще об этом не думаю. Мне, в принципе, непонятно, почему, например, она не может построить отношения. Ну, тут даже никак нельзя судить. Ну, просто, может быть, не тот человек, либо нужно над отношениями работать больше, над собой работать. Хотела бы себе сделать что-нибудь из пластики. Были моменты, я задумалась над грузью. Вот, я еще хотела сделать одну операцию. Вот, может быть, ее сделаю. Ревнуй Женю, если замечаешь, что он смотрит на других общественных местах. Нет, на самом деле, вот, ревности у нас как таковой в отношениях нет. Ну, и, в принципе, мы всегда и везде бываем уже не вместе. И, ну, я считаю, что, как бы, смотреть на красивые объекты, это нормально. Потому что человек, он любит красоту, любит красивые пейзажи, любит красивых людей, любит красивые картинки. И я считаю, что это нормально, ну, смотреть на других людей. Привет из города Нытва, вы очень красивая пара. Охо, я первый раз, на самом деле, такой город слышу. У тебя какая марка краски? Номер цвета? Честно говоря, я не помню. Я давно уже не красилась. Но он был, типа, пюберн русый. Вы что, надолго в Тае? Мы в 18-й улетаем во Вьетнам. Как думаешь, Ваня любит, Крис? Твое мнение. Да, я думаю, ребята любят друг друга, но им нужно просто работать над отношениями. Понятно, они сидят там в периметре. Блин, ребят, вот мы сидели в периметре, на самом деле, вот от скуки ты реально начинаешь ссориться. Как зарабатываете на жизнь в Тае? На что вы живете? Женя зарабатывает музыка, я зарабатываю на рекламе. Настя пропускает эти тупые вопросы про бывших девочек твоего мужа. С какого перепугу ты должна о них думать? Вот не знаю, почему-то люди думают, что я слежу за этим, что я думаю, не сплю ночами. Нет, мне абсолютно без разницы на жизни других участников проекта, и вообще даже не участников проекта на жизнь других людей. Я о них не думаю, не размышляю, что, почему, когда, как. Что для себя ухоженая девушка? Обязательно маникюр, педикюр, чтобы был. Вот. Волосы. Желательно. Ну, не желательно, волосы тоже очень важны. Ну, вот. Ну, чистая кожа. Наверное, очень интересно, да, по разным городам. Конечно, интересно. Путешествовать вообще очень-очень интересно и очень познавательно. Смогла бы просить измену? Нет, конечно же, нет. Планируете возвращаться в Россию? Возможно, мы приедем весной. Где Женя? Женя работает. Ты в повседневной жизни вообще не делаешь макияж? Нет, так как я живу в очень жаркой стране, если я накрашусь, через секунду у меня это все потечет, поэтому нет. Привет, малышка. Привет всем. С родными и как часто на связи? С мамой почти что каждый день, с бабушкой тоже. Вот. С мелким редко, там, раз в месяц созваниваюсь. Hi, visit Chiang Mai in Thailand, in the city in the north. Chiang Mai. Chiang Mai, кстати, тоже город прикольный, но туда надо лететь на самолете. Нет желания осесть и свить гнездо? А вот непонятно, где осесть. Хочется свой дом, но это не помешает путешествовать. Поэтому есть, конечно же, мечты купить квартиру. Вот. На проект самые искренние пары вы были. Спасибо большое. Сколько миллилитров в губах? Губы я последний раз делала полтора года назад. Я не знаю даже, сколько у меня там миллилитров. Я бы хотела их убрать и делать в нормальной форме. Женя, заботитесь о своем сыне? Конечно, заботитесь, ребят. На проекте зарплаты платят и сколько в месяц? На проекте очень маленькие зарплаты, очень маленькие зарплаты. Я, к сожалению, наверное, не могу это разглашать, хотя, возможно, и могу. Но зарплаты очень-очень маленькие. Особенно у новеньких участников. Мне кажется, у новеньких участников даже ниже средней в Москве зарплата. Так что, если вы думаете, что люди там зарабатывают 750, там, 450 тысяч топовых участников, то это неправда. Мы сейчас где? Сейчас мы в Таиланде. А если более локально, то я дома. Позвали обратно в дом 2? Да, я уже много раз говорила, что, да, нас туда звали. И мы даже над этим думали, но приняли решение остаться за границей. Смысл тогда там сидеть, если платят мало. Ну, смотрите, там жилье, там еда, и те деньги, которые ты зарабатываешь, ты их не тратишь, а, например, там, копишь. Плюс сейчас ты можешь забирать рекламные деньги. То есть тебе платят зарплату, плюс еще рекламные деньги. Там тогда хорошая сумма получается. Покажи, пожалуйста, ваш дом. На второй этаж я не пойду. На проекте прикольно. Ты как бы там просто живешь, и тебе за это платят деньги. Мне кажется, любой бы хотел так. Конечно же, есть в себе сложности и трудности, но в целом это легкие деньги. Вы классные, спасибо большое. Только снимать там жилье. Ну, квартиру какую-нибудь в кондоминиуме можно снять тысяч за 30-40. 30-40-50, примерно так. А Женя где? Женя работает наверху. Вы очень классная пара, Женя, и замечательная семья. Будьте счастливы всегда вместе. Спасибо большое. Настя, скажи, что Ирина любит своего мужа Мартимьянова Вовочку. Ирина любит своего мужа Вовочку. Извините, забыла фамилию. На проект не хочешь? Нет, я не хочу. Не думаю, что нам там есть место, что нам там делать. Вот. Как поживает Джокер? Джокер прекрасно поживает, у него все супер. Настюха, привет. Приветики. На кружку наступила. Пошла на кружку и наступила на кружку. Ах. Ах. Вы часто ссоритесь? Нет, очень редко. Очень-очень редко. Есть друзья из дома 2. Там вообще возможно дружба. Ну, как таковых друзей-друзей нет. Есть люди, с которыми мы поддерживаем, как бы, общение, ну, такое, типа, нечастое. Ну, наверное, да, есть люди, которых я могу назвать друзьями, например, с которыми там я ближе общаюсь, чем со всеми остальными. Ну, а таких людей мало. Спасибо большое. Какая у вас погода. Сейчас сезон дождей, поэтому часто у нас паспурно. Сезон дождей, которые у нас паспурно. У меня привычки. Вот буквально несколько дней назад мы бросили курить сигареты, поэтому теперь у меня вообще никак нет вредных привычек. Я езжу из города Узбекистана, Самарканд. Желаю только счастья вам. Спасибо большое. Я желаю вам того же. Как думаешь, Барзиков умирится с Бухи? Господи, ребят, конечно. Как отношены Бухенбалты? Прекрасно. Когда в Россию? Скорее всего, весной. Но это не точно. Ой, я придумала, куда поставить телефон. Правда, я половину не вижу сообщений. Она бесит уже всех. Я не хочу, чтобы они мирились. Ребят, что он мне даст эту информацию? Избавьте, пожалуйста. Есть любимый алканапиток. Пинаколада. Ты в тысячу раз лучше, чем Крис. Нет людей лучше или хуже. Все люди разные. Много ли у вас хейтеров? Блокируете ли их? Нет, я вообще никого не блокирую. Ну, только если прям там совсем клиника. Но я потом удаляюсь блока. Хейтеров, ну, на самом деле, не так много уже. Мне кажется, подостыли. Почему же вы живете все время в каких-то халупах? Ни хрена себе халупа. Вы вот это называете халупой? Тот дом я уже рассказывала, что мы сняли на панике. У нас были сутки до нашего отъезда. И ожидания не совпали с реальностью. Так, как ты так долго не беременеешь? Ну, потому что у нас есть защита от этого. Это прерванный половой акт. Ну, поэтому я и не беременею, потому что мы не планируем пока что. Так, про беременность лишнюю не пишите. Да, немножко это не тактично, я тоже так считаю. По каким критериям отбирают участников на Дом-2? По харизме. Весной в России планируете снимать жилье или Дом-2? Рассматривайте. Не знаю, ребят, мы еще так далеко не строили планов. Пока что вот есть план просто приехать в Россию. Дальше я не знаю, как будет. Они мечтают все о халупах. Прерванный это не защита. Ну, я согласна, но, видите, у нас все получается, все выходит. Как и рада, что Женя освободился от этой невменяемой Кристины. Рада за вас. Ребят, давайте будем тактичить, не будем никого оскорблять. Жизнь вообще сложная штука. На какой смартфон делаете контент? iPhone 13 Pro Max. Ну, это кайф, конечно, жить там, где ты хочешь и можешь себе это позволить. На самом деле, я вам скажу так, мы не супер много зарабатываем. Точнее, мы вообще достаточно мало зарабатываем. У нас очень средний доход. И вот так позволить себе жить, наверное, многие могут, даже из вас, потому что вы думаете, что это сложно, что это невозможно. Но нет. Привет. Как считаешь, кого считаешь лучшим ведущим на проекте? Раньше был Кадони, конечно. Кадони вообще любовь. Знаете, поставишь телефон на одно место. Блин, я не могу его поставить, потому что я не вижу половины сообщений, не загораживает. А в руке я устала держать. Теперь бы Кристина ушла от Барзикова. Отношения зависимы. Ребят, пожалуйста, избавьте меня от Кристины, от Барзикова. Блин, это моя страница. Зачем мы здесь обсуждаем участников Дома 2? Я больше не участница. Я никак к этому не отношусь. Я абсолютно никак не причастна ни к Барзиковой, ни к Кристине, ни к кому из участников. Пожалуйста, не надо меня ассоциировать с этим. Значит, ты красишь волосы. Да, иногда я подкрашу, тонирую, но сейчас у меня уже тонировка вся смылась. И волосы непонятного цвета. Почему перманент бровей? Да. Вот. Доказательства. Знаете, куда он пошел? Сколько тебе лет? Мне 24. А если ты беременеешь, будешь рожать или прерывать? Конечно же, рожать. Привет. Когда планируете детей? Чуть позже. С Глебом, Женечкой, вы обещаетесь? Да, очень редко. Может, все-таки блокировать этих Крис Барз? Да, пусть живут. Не хочу просто на это время тратить. Смотрите шоу «Сердце клавы». Нет, мне кажется, уже вот эти все шоу не очень актуальны. Все уже поняли, что это просто хайп история и все. О чем зарабатывает Женя? На музыке. Чем вы там вообще не занимаетесь? Не скучно? На самом деле здесь очень скучно. Здесь вообще нечем заниматься. Здесь очень мало достопримечательностей. Здесь особо даже не покатаешься, ничего не посмотришь. На Бали больше вас не пустят. Мы планируем туда вернуться. Поехала бы на шоу «Выжить в Дубае» или «Звезды в Африке». Да, я бы очень хотела. Правда, я не знаю, вывезла бы я это или нет. Но думаю, что да. Много где побывало? Да нет, не скажу, что я много где побывала. Мне кажется, очень мало где. Выходите почаще в прямые эфиры. Блин, да что-то так сложно. Сложно себя собрать в кучу и пойти болтать. Бали летает. Однозначно Бали. Во Вьетнам надолго. Я буду делать там паспорт. Наверное, месяца на три. А где сейчас Женя аппаратура? С вами нет половины студии. Все так же на Бали. Передай привет Диме. Ему семь лет. Димочка, малыш, я передаю тебе привет. Где интереснее, да или Бали? Почему? Конечно же, Бали, потому что там очень много различных достопримечательностей. Бали очень насыщенный, колоритный остров. Там каждый день ты найдешь занятия по интересам. Тай – это пляжи. Просто пляжи. Все, больше тут ничего нет. Ну, именно Пукет. Как расплачиваетесь карта? У нас есть индонезийская карта. Вот, так что через скрипту переводим. Достаточно ли качественно делает фотки айфон? Или приходится ретушировать и обрабатывать? Ну, я пока что не знаю, что лучше айфона делает фотки, кроме фотика. Так что пока что нормально. Скажи, пожалуйста, что за трек играет? Это Сака и Саян. Я не знаю, как называется трек. Простите. Тебе не планируете, а планируем позже. Если бы тебе предложили роль в фильме, согласилась бы? Не знаю, не думаю, что у меня получилось, потому что я очень боюсь камеры. Мне сложно говорить на камеру. Мне сложно что-то играть. Мне сложно выучить сценарий. Я бы попробовала. Попробовала, но не факт, что бы получилось. Есть разница в атмосфере между Тайм и Бали. Тайм и Любовь. Да, конечно. Бали, там просто бешеная энергия, атмосфера. Он разный, колоритный. Там постоянная движуха, а Тай тут такое. Какой дзен, сабай-сабай. Вам не показалось, что Бали грязный город? Да вся Азия грязная. Привет, как дела, Настюш? Привет, у меня всё супер. Спасибо. Где дорого жить и отдыхать? Тай или Бали? Где дорого жить и отдыхать? Тай или Бали? Тай, везде, за границей дорого, на самом деле. Ну, допустим, на Бали дороже билеты. И сложнее лететь, чем в Таиланд. В Таиланд, наверное, жильё подороже. Но зато оно получше, по качеству. И в общем, не знаю даже, где дороже. Везде дорого. Что кушали сегодня? Сегодня мы кушали пюрешку с курицей и грибочками. На Гиле были? Нет. На Гиле, кстати, вот мы не съездили. Русских часто встречаете? Да, очень часто. Везде русские. Вот, кстати, даже в нашем комплексе жилом, где мы живём, нас даже встретили наши подписчики. Несколько, например, человек, там, здоровались с нами. Вот, болтали. В магазине, да, тоже в магазине нас видели. Как там с маникюром обстоят дела? Ну, здесь мало мастеров. Ну, как мало? Ну, достаточно, но мало. Как твоя первая... Какая твоя первая работа была? Первая работа моя была... Я работала в детском лагере. Обожала, я работала в детском лагере. Ты каждый день готовишь? На самом деле, Женя чаще готовит, чем я. Привет. Очень классное ромашоу. Вашу пару супер. Спасибо огромное. На Дом 2 возвращайтесь? Нет, пока что не возвращаемся. Давно не виделась с родными. Да, на самом деле, очень давно, наверное, последний раз я на свадьбе видела и столько. И то, и то так, типа, на денек. Я не успела даже им время уделить. Добрый вечер, Настенька. Вы с Женей лучшие. Спасибо огромное. Хочешь куда-нибудь еще поехать, Женя? Конечно, что у нас 193 страны впереди. Жене нравится больше твоя еда или своя? Не знаю. Думаю, что, наверное, своя больше нравится. Ну, хотя, блин, просто мы разные с ним блюда постоянно готовим. Вот, у нас есть какие-то фирменные блюда. У меня какое-то фирменное блюдо. У Жени фирменное блюдо. Настя, что посоветуешь от прыщей? Азелоиновая кислота и мазь с клиндомицином. Это вот мое спасение. Я реально офигела, когда мне все это помогло. Я теперь вообще, вот у меня лицо чистое. Вот здесь вот недавно выскочил, я его намазила. Все, лицо просто у меня идеальное. Я не верила, что такое есть. И жаль, что я так поздно обнаружила это средство. Куда дальше собираетесь ехать? Мы во Вьетнам летим 18-го. Настя, общайся, пожалуйста, чаще с подписчиками. Блин, я и так стараюсь очень часто со всеми общаться. Я всем отвечаю в директ. Я считаю, что я очень много делаю для того, чтобы общаться со своей аудиторией. Вот насколько я могу, настолько я выкладываюсь. В прямой эфире, да, я забухожу редко. Потому что у нас постоянно какие-то из Жени дела. Или просто нет ресурса, чтобы вот общаться. В последнее время с активностью не так все было хорошо. Поэтому даже не хотелось в Торис выходить. Вот. Цинковая масть еще помогает. Да, цинковая, салициловая цинковая масть вот такая тоже помогает. Но клиндомицын, конечно, это вообще супер средство. На проект не возвращайтесь. А то там так делают, что вас разлучит. Да на самом деле крепкую пару никто никогда не разлучит. Здесь настоящая любовь. Но будут свои прикольчики, да, ссоры. Будут опять ситуации сфабрикованные. Сохрани эфир, пожалуйста. А, я не люблю, чтобы у меня там в ленте это все отображалось. Вот, не знаю, подумаю. Да, ты право, ты всегда отвечаешь. Я, честно, была с этого в шоке. Ну, блин, я же понимаю, что вам нужно мое внимание. Я обычный человек, такой же, как вы. И в одни ворота как бы никто не играет. Поэтому я стараюсь всем отвечать, уделять время. С кем-то голосовыми общаюсь, кому-то даю какие-то советы. Чего когда-нибудь бил, мужчина? Ну, прям бил, нет. Были какие-то потасовки. Ну, вот Женя у нас были потасовки. Вот, ну так, что прям там бил кулаком, нет. Такого не было там. Мог мне там толкнуть или за руку сходить. Ну, я тоже хороша. Я тоже суперпровокатор. Я очень жестокая в сорок. Ты экономная или быстро тратишь деньги? Короче, я не могу, чтобы на моей карте были деньги. Вот, когда у меня деньги на карте, на моей, мне хочется, чтобы они куда-то вот делись. Я не знаю, у меня какой-то бзик. Поэтому я все на совместный счет скидываю быстренько. Ты красотка, всегда смотришь.